Еще один проект закона рассмотрели сегодня мажорист смены. Речь идет об изменениях в кодекс об административных правонарушениях. Об этом в студии Prime Time мы поговорим с депутатом мажориста парламента Казахстана Казбеком Алишевым. Казбек Курмагалевич, добро пожаловать в студию Prime Time. Спасибо, что нашли время для беседы. Как вы оцениваете ведение общественных работ в виде наказания нового административного взыскания? Введение общественных работ как дополнительные меры наказания в санкции вводится по отдельным статьям КОАП. Мы считаем, что при правильной реализации она станет действенной мерой в отношении мелких правонарушений. Кроме того, общественная работа это механизм как социальная реабилитация правонарушителей. То есть она окажет действенную меру в части воспитания именно правонарушителей. В целом, вот так же при назначении общественной работы в виде наказания судом будет учитываться, так скажем, финансовое состояние именно правонарушителя. Готов ли он уплатить те или иные штрафы или же может наказать альтернативную меру наказания. То есть это по сути гуманизация? В одной части да. То есть у нас имеется фактор, когда назначение наказания, допустим, именно по сравнению суда, они не взыскиваются. То есть остаются не взысканные и не исполненные. В этой части вводятся вот такие нормы. То есть предположим, условно, если назначили крупный штраф, он может это заменить на общественную работу? Да. При назначении его, допустим, наказания судом будет учитываться финансовое состояние, отечественное обстоятельство. А вот почему было решено установить административную ответственность для военнослужащих и сотрудников за нарушение законодательства о языке? Установление ответственности для военнослужащих и сотрудников органов, оно еще раз доказывает важность языковой политики. Оно направлено на защиту от прав и для обеспечения равноправия. То есть при составлении протоколов в отношении правонарушителей, вот зачастую сотрудники органов, они составляют на удобном им языке. Хотя они должны составлять наоборот, да? Наоборот, да. То есть правонарушитель должен выбирать тот язык, на котором должно вести именно производство. В целях устранения этих пробегов мы установили ответственность. То есть в пользу граждан, скажем так. Пользу граждан. Но это не будет подрывать авторитет представителей? Нет, мы думаем, что наоборот, это вызвано социальным запросом. То есть что все именно сотрудники органов должны знать те или иные языки и должны составлять тот протокол, на котором изъявляет желание, на том языке, на котором изъявляет желание именно физницу. Касательно персональных данных, усиление штрафных санкций за нарушение данного законодательства, достаточно ли эта мера для повышения ответственности операторов? Как думаете, какие дополнительные шаги еще могут быть приняты? Это одна из мер, направленные на усиление защиты персональных данных. Мы полагаем, что необходимо вводить образовательные программы операторов. Также необходимо разрабатывать технические новые стандарты, направленные для защиты персональных данных. Мы думаем, что это одна из мер. То есть мы усилили ответственность, если, допустим, в отношении физлиц, это было с 10 до 30 МРП, в отношении частных нотариев, частных судебных исполнителей, с 20 МРП до 60 МРП. В отношении, допустим, субъектов малоопротивленности, с 60 до 100 МРП мы усилили вот такую ответственность. Это направлено в целях защиты персональных данных. Касательно статьи 85 КОАП, можно ли сказать, что она себя не оправдала, учитывая о том, что его убрали, исключили из КОАП, она предусматривала ответственность, если быть точнее, за разглашение сведений, ставших известными в ходе медиации? Да. Она не оправдала себя из-за сложности доказывания факта разглашения в период медиации. Можно привести обычный пример? Ну, вот по статистике, если мне не изменяет год памяти, за 2023 год не было ни одного случая при лечении КОАП по этой статье. И в целях очищения неработающих норм, нами, вот депутатами, именно мы внесли вот такую поправку, об исключении этой нормы. Вы представляете фракцию Аманат. Фракция Аманат, да. Ваши коллеги из другой фракции говорили о том, что для бизнеса слишком большие штрафы. Как вы думаете, вот снижение штрафов для бизнеса улучшит ситуацию на рынке? Мы не разделяем вот такую точку. Ну, я приведу пример. Вот, допустим, в торговых сетях объявляется акция, люди идут на такую акцию, а когда вот подходит к кассе, им выставляется другая цена. То есть это вот типичный обман потребителей. Или также, вот допустим, реализация товаров с посрочным сроком годности. То есть это обман потребителей. За 2023 год в этой сфере было совершено более тысячи правонарушений. То есть было столько привлечений лиц. А за повторное привлечение, за повторное нарушение было привлечено всего 40 с лишним лиц. То есть оно, наоборот, доказывает, что оно эффективно. Вот понимаете, это эффективно. В этом случае мы не разделяем вот точку наших коллег с партии Ахжол. Сегодня во втором чтении мы его определили. Большинство депутатов разделяет то, что усиление ответственности. То есть мы не усиляем, мы оставляем те нормы, которые были до этого. То есть мы не разделяем мнение наших коллег о снижении ответственности. Как бы то ни было, Можилиц принял большинством голосов. Да, это в целях защиты прав потребителей. То есть вот права граждан у нас на первом месте. Хазбек Курмагалевич, спасибо большое за интересную беседу. Рахмедский, что нашли время. Мы продолжаем.